40 мегабайт. 40 мегабайт, Карл. Нельзя в 40 мегабайт добавить что-нибудь здоровское или впечатляющее. Хотя… Здравствуйте дорогие друзья, Apple приятно удивила внеочередным апдейтом iOS 11. Давайте разбираться что послужило этому причиной и когда же вы сможете уже накатить финалочку. Усаживайтесь поудобнее. Функциональные изменения закончились, а самым важным нововведением похоже стала циферка 9 в названии апдейта. Ну вообще кое-что есть. Увеличили скорость открытия режима многозадачности, причем это заметно даже на топовых устройствах, а в более старых iPhone вероятно процесс будет еще более ощутимым. Такое впечатление, что просто уменьшили время задержки срабатывания анимации, тот кто юзал раньше Spring to Mice понимает о чем я говорю. Ведь этот параметр можно было выставить мануально. Улучшили скорость Bluetooth соединения с беспроводными устройствами. Теперь этот процесс происходит практически в два раза быстрее. Также хочу отметить практически идеальную работу 3D Touch в функции доступные на iPhone 6s и более новых устройствах. А то в комментариях частенько спрашивают как открыть такую менюшку, к сожалению только обновить смартфон. Синтетика говорит о том, что ничего кардинального не изменилось и производительность в целом осталась на прежнем уровне. Так сказать чудо не произошло. Хочу отметить то, что девятая бета по сравнению с первой бетой iOS 11 работает значительно шустрее в полевых тестах. Устройство включается шустрее. То же самое касается скорости запуска приложений и видимо улучшена плавность работы анимации. Но вот сравнительные тесты iOS 11 бета 9 и финального общедоступного релиза iOS 10 3.3 показывают, что владельцам iPhone 5s и iPhone 6 пока лучше не обновляться, если для вас принципиально важна высокая скорость работы гаджета. От себя хочу сказать, если бы не непонятно работающие переключатели Wi-Fi и Bluetooth в пункте управления, их логика работы мне вообще не нравится и выпиленная возможность открывать режим многозадачности при помощи 3D Touch, я бы был доволен iOS 11 более чем. Потому что работа произведена большая, особенно когда мы вкусим все прелести дополненной реальности. Кстати, Google только сейчас очухалась и начала работать в этом направлении, так что кто тут еще догоняющий, а? А теперь о дате финального общедоступного релиза 12 сентября, вторник Apple покажет новые устройства о которых мы обязательно расскажем на канале, а сразу после занавеса на презентации в новом кампусе Apple, названном в честь Стива Джобса, в общий доступ кинут финалочку, на которую вы и обновитесь. В течение недели будет возможность потестить и при необходимости откатиться назад на iOS 10 3.3, так что можно экспериментировать и учиться на своих ошибках, ну или просто смотреть наши обзоры. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, огромное всем спасибо за лайки, вы делаете контент на нашем канале действительно лучше, в комментариях отписывайтесь о том, что вы заметили в девятой бете, а я это пропустил. Не забывайте подписываться, чтобы не пройти мимо новых роликов и до скорых встреч, увидимся в следующем видео. Пока-пока.